Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрел Матильду, советского мастера культуры. И вот, в качестве антитезы, группа любознательных удавов из ЖЖ посоветовала посмотреть фильм «Императрица Сисси» 2009 года. Уж я, честно говоря, запамятовал, чьего производства. Ну, вроде как, немецкого. Да, про Элизабет, супругу императора Австрии и Франции Иосифа, который Толечка Маргнитии где-то лет под 70 рулил империей. Да, ну, что могу сказать? Фильм, конечно, сделан красиво, с некоторым уважением к монархии, да. Да, шикарные костюмы, дворцы, интерьеры, там, посуда, все остальное, да. Ну, о политической части скажу позднее. Вот, но в данном случае Месседж, конечно, фильма довольно-таки феминистский. Ну, все по порядку. Значит, сюжет такой, что вот Сисси, Элизабет, дочь австрийского, ой, прошу прощения, баварского короля, у нее старшая сестра, это старшая сестра, является официальной невестой, так сказать, молодого Франца Иосифа. И вот они приезжают, собственно, для того, чтобы уже, ну, как-то, так сказать, враг заключить. А Сисси берут, ну, просто молодая девчонка прыгает туда-сюда, скачет, ни в чем бы нет. Все ей развлечение. А вы знаете, как бы Франц кладет глаз на эту самую Сисси и женится на ней, а не на ее сестре, Толечка Маргнитии, да, какое состояние у сестры должно быть после этого. Ведь она же фактически уверена была, она же была во Францов влюблена, он же такой красавчик и, опять же, император. Вот. Ну, правда, потом, как выясняется, это так и сбегает вперед, она выходит замуж за некоего, по-моему, аристократа, там, кто он, герцог, я даже не помню, Турн и Таксис, все через апострофы. Вот. И находится, сказать, свое счастье братья с ним. Но просто тут интересно, что Турн и Таксис, и вообще-то, фильм об этом не говорится, конечно, это, это... у нас некая семья европейская аристократическая, которая специализировалась на управлении вообще почтой европейской, да, представляете, да, аристократа. И, ну, к этому времени, по-моему, уже нет, потому что, насколько я понимаю, владительные дома Европы ее выкупили, это право. Но, тем не менее. То есть, немножко мир был организован нате, чем вам пришлось. Вот. Ну, так сказать, возвращаясь к этой самой императрице, все было хорошо, и вот, так сказать, такая любовь у этой сессии. Ну, единственное, что ее свекровь, так сказать, ее свека пыталась пригнабливать. Властная такая женщина, чопорная, стремящаяся к порядку. Ну, это типично было для австриячек, да и вообще это типично. Для данной коллизии семейной, в частности, она забрала дочерей, которых родила императрица, себе на воспитание. Как и правда, естественно, потом не так уж и плохо. Потому что, когда она этих дочерей вернула обратно и поехала с ними в Венгрию вместе с мужем, одна из них таки заболела и умерла. Вот. Ну, в общем, суть не в этом. А коллизия фильма в том, что вот эта императрица постоянно дает советы своему супругу, Францу, он постоянно ее не слушает и попадает в разные неприятные ситуации. Так он, она ему советовала в Италии там проводить гуманную политику. Он этого не делал. В результате, так сказать, Италия от него, ну, Северная Италия была отторгнута. Он верил Наполеону Третьему, а Наполеон Третьего обманул, хотя она предупреждала супруга. Такой тоже Наполеон Третьего такой показан. Ну, я не знаю. Надо видеть. Да. Толстяк в таких штанах смешных. И с усами. То Бисмарк тоже, в общем, мухлевал. И она опять-таки предупреждала, а он поверил Бисмарку. Вот. Но Бисмарк тоже такая старая развалена, хитрая. Хотя в этом возрасте Бисмарк был еще вполне себе в форме. Там было ему лет по 60-м. Его называли крепчайшей молодежью Тептонского леса. Он еще прожил лет 25. Если бы не наркотики и алкоголь, прожил бы еще больше. Вот. Но... И только наконец, когда она все-таки его убедила, что надо в отношении Венгрии определенной политики придерживаться, и он таки пошел у нее навстречу, все сказать, на поводу, да. Из-за этого согласование слов немножко не получилось во фразе. То вот сейчас травм хорошо. И на этом, оптической ноте, фильм закончится. Субтитры создавал DimaTorzok